Эволюция Всем привет! С вами команда Кусто. В первой части нашего эпизода об эволюции мы рассказывали что такое теория эволюции. Эволюция, смеволюция, Дарвин, Марвин, где ложь? Где доказательства? Да везде. Реально везде. Чёртова туча доказательств. Некоторые под ногами, правда. Да не под твоими ногами. Похоже, в этом видео мы займёмся тем, что приведём доказательства теории эволюции. В общем, вот лишь некоторые из них. Наблюдаемая эволюция, ископаемые останки, генетика, эмбриология и сравнительная анатомия. Начнём с эмбриологии. Эмбрионы многих сухопутных животных схожи. В некоторый момент развития эмбрионы всех видов млекопитающих имеют зачатки жабр. Зачатки конечностей тоже похожи и развиваются по одному пути, по определённой стадии развития, где у кита конечность становится плавником, у птицы крылом, а у человека рукой. Ладно, ребята, дальше нам не по пути, я рука. Точно так же, например, у эмбриона кита мы видим зачатки нижних конечностей. На определённом этапе развития, которые растут некоторое время, но не успев вырасти в конечности, рассасываются. Или ноздри у дельфина, точнее ноздря, которая располагается на темени. Мы видим, что эмбрион имеет две ноздри, и они не на темени, а ближе к ротовому отверстию. Но по мере развития плода перемещаются к темени и срастаются. Мы можем также наблюдать наличие рудиментальных зубов у эмбрионов усатых китов. Иногда в результате ошибок в геноме, ген наших далёких предков при развитии эмбриона не отключается. Тогда и появляются атовизмы. И тут мы переходим к морфологическим доказательствам. Теперь о сравнительной анатомии. Она относится к морфологическим доказательствам, то есть доказательствам того, что каждый организм не проектировался с нуля, а в ходе последовательности малых изменений. То есть эволюция не выбирает наилучший дизайн, она лишь совершенствует имеющийся. Пятипалые конечности у четвероногих животных состоят из одного и того же набора костей с одинаковым расположением, однако выполняют совершенно разные функции. Такое единство структуры невозможно объяснить с точки зрения полезности. Однако можно объяснить наличие общего предка у всех четвероногих животных. Есть одна особенность пятипалой конечности у людей, которая наряду с расположенным на передней части глазами и сложным голосовым аппаратом сделала появление разума возможным. Это противопоставленный большой палец. Кстати, не забывайте ставить лайки. Он сделал возможным сложное манипулирование внешней средой, изготовление орудия. Или ковыряние в носу, пожалуйста, перестань, пожалуйста. Наряду с адовизмами, рудиментарные органы также являются одним из морфологических доказательств. Такие как глаза у кротов, крылья у страусов, остатки волос и костей таза у китов и хвостовой позвонок у людей. Эти органы когда-то играли роль, но сейчас не имеют значения. Эх, были времена. Теперь ископаемые останки. Хороший пример – лошадь. Опять шуточки про канину. Суть этих доказательств вот в чем. Есть различные геологические слои, по которым мы можем определить возраст окаменелости. Так вот, в слоях очень раннего периода мы видим лошадь размером с дворнягу. Четырехпалую – эогипус. Ну, по крайней мере, на передних конечностях. Чуть позже более крупную. Все еще трехпалую – мезогипус. Затем – мери-чипус уже с меньшими боковыми пальцами. Уже более утолщенным средним пальцем. Затем – плеогипус, который не имеет боковых пальцев фаланг, а только средний, как у современной лошади. Таким вот образом мы можем наблюдать постепенное трансформирование лошади. Совпадение? Не думаю. Но лошадь не человек. Может, лошадь и развивалась, но у человека недостающих звеньев много. Вообще, у людей этих самых звеньев настолько много, что ученые не знают, кто куда. Который из ископаемых видов является нашим прямым предком и кто является совершенно параллельной ветвью. Но мы видим, что было много различных видов людей. И в определенный период истории человечества несколько прямоходящих видов людей жили одновременно. Так где сейчас эти виды людей, а? По всей видимости, остальные вымерли. Ну или мы истребили. Ну или... Ну не обязательно это. То есть это тоже. Но, в общем, в наших генах, гена Homo sapiens sapiens, заметно присутствие гена еще одного вида человека, Homo sapiens neandertalensis. И у нас, у азиатов, Homo sapiens denisovian. Это значит, что мы... Понятно. Не продолжай. Я сказал ясно. Но все равно, окаменелых останков мало. Много пробелов. И вообще, это ученые собрали из костей животных. Погоди. Насчет пробелов. Для окаменелости нужны условия. Обычно тело разлагается полностью. Большинство тел попросту сгнивало или поедалось. Что? Сохранились лишь те, у кого условия оказались пригодными. И если мы еще не нашли, это не значит, что мы не найдем. Эй, эй, эй. Нет доказательств, нет утверждений. Вот ты и попался. И только ты начинаешь возражать, что человек уникален и ничем не схож с животными, как приходит генетика и показывает, насколько же ты похож на обезьяну. Праздник окончен, бро. Ты на 98% шимпанзе. Генетика. Вечно портит весь праздник невежества. Генетика дает нам доказательства биохимического единства жизни. В природе встречается 102 различных видов нуклеотидов. При этом, во всех живых организмах в ДНК используются лишь 4. Кроме того, есть 390 видов аминокислот, но во всех организмах используются лишь 22. И даже с этим количеством аминокислот возможно 1,4 умноженное на 10 в 70 степени различных комбинаций. В этой цифре очень много места для различных вариаций. Более чем достаточно для того, чтобы у каждого вида на Земле был свой уникальный код. Достаточно для того, чтобы у каждого живого существа был свой уникальный код. Это могло бы превратить преодоление межвидовых барьеров болезнетворными бактериями и вирусами. Но нет. Ты имеешь неплохие шансы заразиться бруцеллезом от коровы. Коровы. Это не считая ящеведов, туберкулеза, бешенства, сибирской язвы и многих других болезней. Потому что до определенной степени ваши коды ДНК невероятно схожи. Это как с схожими паролями в Фейсбуке. Хакеру нужно лишь подобрать несколько символов. Это говорит о нашем общем происхождении. Стало быть, я не уникален? И похож на остальных людей? Уникален, но в среднем на 0,1%. На 99,9% твои гены абсолютно схожи с генами любого другого человека. Генетика нам показывает, что животные с эволюционного древа близки нам по классификации, близки нам и генетически. Скажем, шимпанзе нам ближе, чем макаки резусы. Макаки резусы ближе, чем лемуры. Лемуры ближе, чем остальные млекопитающие не приматы. А гориллы где? Гориллы делились раньше. Гориллы только он баллосы. К примеру, наша вторая хромосома это копия слившихся двух хромосом, которая есть у приматов. У приматов 24 хромосомы, а у нас 23. И мы видим, что вторая хромосома у нас имеет рудиментарные теломеры, остатки кончиков слившихся хромосом. И рудиментарные центромеры, бывшей центральной части хромосом. Это доказывает, что на месте второй хромосомы было когда-то две. Ближайших людям филогенетический родственник Бонобо имеет практически те же последовательности ДНК, что во второй хромосоме человека, только в двух отдельных хромосомах. Кстати, на заметку. Согласно распространенной теории, слово Испания имеет финикийское, пуническое происхождение. Слово Даман по-финикийски Шапан. Приплыв на берега Испании, пуны, то есть карфагеняне, увидели много зайцев, которых приняли за Даманов. Вот и назвали эти земли Ишпаним, Испания, берег Даманов. Финикийцы, пуны, Даманы. К чему ты вообще? Генетика говорит, что Даманы являются родственниками слонов. Слонов использовали в Карфагене. Сегодня Рим познает всю мощь карфагенской армии. Слоны, вперед! Ганнибал, а у нас кончились слоны? Бал, бал, хамон! А есть что-нибудь поближе? Филогенетический? Есть Даманы. Хвала Валу! Сойдет! Вперед! 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 А почему теорию революции не работает сейчас? Работает. И еще как. Об этом нам говорит наблюдаемая эволюция. Помните верков Дарвина? Пара зоологов, натуралистов Питер и Розмари Гранты, решили не принимать учения Дарвина на веру. То есть направились изучать верков самостоятельно. Они каталогизировали верков на острове, были свидетелями сезонной доминации верков с определенным размером клюва и даже стали свидетелями появления нового вида верков в отдельной изолированной популяции. Также хороший пример наблюдаемой эволюции – комары. Комары в метро Лондона. При строительстве лондонского метро туннели метро начали заселять комары. Таким образом, комары оказались изолированы от комаров снаружи. Всего лишь за несколько десятков лет в лондонском метро комары изменились настолько, что не могли уже быть скрещенными с их родичами снаружи. Появился совершенно новый вид. Комары. Забы. Кома. А еще вирусы. Вирусы размножаются очень быстро и мутируют быстро. Можно взять две баночки и расти две одинаковые культуры бактерий. В одной баночке создать райские условия, а вторую постоянно травить антибиотиками. Во второй банке бактерии будут умирать сотнями тысяч, но найдется одна, случайно мутированная и устойчивая к лекарству. Вот она даст сотню тысяч таких же устойчивых. Когда мы попробуем другой антибиотик, все повторится снова. Найдется выживший случайно, но имеющий устойчивость и ко второму антибиотику. И через много таких экспериментов во второй банке мы получим настоящих монстров. А в первой неженок. Люди, а как же люди? Мы единственный вид на планете, который может противопоставить эволюции свой разум. Если когда-то, до развития медицины, грипп или чума могли скосить 40-50 миллионов человек за раз, оставлять тех, у кого был иммунитет, то есть был механизм естественного отбора, то с развитием медицины же, с открытием вакцин, пенициллина, смертность снизилась. Стало выживать гораздо больше людей. Население Земли начало стремительно расти. И мы сказали естественному отбору. Ты не пройдешь! Население начало расти настолько быстро, что изобретатель биполярного транзиста Уильям Шокли однажды предложил для продолжения эволюционного механизма стерилизовать людей с низким IQ. Теперь вы понимаете более или менее теорию эволюции Дарвина. Ну или думаете, что понимаете. Эй, у меня все еще много вопросов. Тогда следуй за нами в заключительную часть выпуска о теории эволюции. Нажимай сюда. Этот ролик был выпущен при поддержке ярких представителей вида Homo sapiens sapiens из команды Cynet. Хотите научиться научному методу и стать хорошим ученым? Вы Платон и ищите своего Сократа? Или вы Аристотеле ищите своего Платона? Или вы Александр и ищите своего Аристотеля? Ну или вы окончательно запутались и решили жить в бочке как диаген? В общем, вам нужен ментор. А найдете вы его на сайте Cynet.kz. Ссылка в описании. С вами была команда Кусто. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А самое главное, подписывайтесь на наш канал, чтобы не упустить новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok